Мартин Лютер Кинг Я счастлив объединиться сегодня с вами в том, что войдет в историю, как величайшая демонстрация свободы в истории нашей страны. Пять десятков лет назад великий американец, по чьей символической сенью мы сегодня собрались, подписал манифест об освобождении рабов. Этот эпохальный указ стал величественным маяком света надежды для миллионов черных рабов, опаленных пламенем и спепеляющей несправедливости. Он стал радостным рассветом, завершившим долгую ночь пленения. Но по прошествии ста лет негры все еще не свободны. Спустя сто лет жизнь негра, к сожалению, по-прежнему калечится кандалами сегрегации и оковами дискриминации. Спустя сто лет негр живет на пустынном острове бедности посреди огромного океана материального процветания. Спустя сто лет негр по-прежнему томится на задворках американского общества и оказывается ссыльным на своей собственной земле. Вот мы и пришли сегодня сюда, чтобы привлечь внимание к плачевной ситуации. В каком-то смысле мы прибыли в столицу нашего государства, чтобы получить наличные по чеку. Когда творцы нашей республики записывали прекрасные слова Конституции и Декларации независимости, они тем самым подписывали вексель, который должен был унаследовать каждый американец. Согласно этому векселю, всем людям гарантировались неотъемлемые права на жизнь, свободу и стремление к счастью. Сегодня стало очевидным, что Америка оказалась не в состоянии выплатить по этому векселю то, что положено ее цветным гражданам. Вместо того, чтобы выплатить этот святой долг, Америка выдала негритянскому народу фальшивый чек, который вернулся с пометкой «Нехватка средств». Но мы отказываемся верить, что Банк Справедливости обанкротился. Мы отказываемся верить, что в огромных хранилищах возможности нашего государства недостает средств. Мы пришли, чтобы получить по этому чеку, чеку, по которому нам будут выданы сокровища свободы и гарантии справедливости. Мы прибыли сюда, в это священное место, также для того, чтобы напомнить Америке о настоятельном требовании сегодняшнего дня. Сейчас не время удовлетворяться умиротворяющими мерами или принимать успокоительное лекарство постепенных решений. Настало время выйти из темной долины сегрегации и вступить на залитый солнцем путь расовой справедливости. Настало время вывести нашу нацию из зыбучих песков расовой несправедливости к твердой скале братства. Настало время открыть двери возможностей всем Божьим детям. Для нашего государства было бы смертельно опасным проигнорировать особую важность данного момента. Знойное лето законного недовольства негров не закончится, пока не настанет бодрящая осень свободы и равенства. 1963 год это не конец, а начало. Тем, кто надеется, что неграм нужно было выпустить пар и что теперь они успокоятся, предстоит суровое пробуждение, если наша нация возвратится к привычной повседневности. До тех пор, пока неграм не будет предоставлены гражданские права, Америке не видать ни безмятежности, ни покоя. Революционные бури будут продолжать сотрясать основы нашего государства до той поры, пока не настанет светлый день справедливости. Но есть еще кое-что, что я должен сказать моему народу, стоящему на благодатном пороге у входа во Дворец Справедливости. В процессе завоевания, принадлежащего нам по праву места, мы не должны предаваться неблаговидным поступкам. Давайте не будем стремиться утолить нашу жажду свободы, вкушая из чаши горечи и ненависти. Мы должны всегда вести нашу борьбу с благородных позиций достоинства и дисциплины. Мы не должны позволить, чтобы наш созидательный протест выродился в физическое насилие. Вновь и вновь мы должны подниматься на величественные высоты, отвечая на физическую силу силой духа. Замечательная воинственность, которая владела негритянским обществом, не должна привести нас к недоверию со стороны всех белых людей. Многие из наших белых братьев осознали, о чем свидетельствует их присутствие здесь сегодня. Что их судьба тесно связана с нашей судьбою, и их свобода неизбежно связана с нашей свободой. Мы не можем идти в одиночестве. И начав движение, мы должны поклясться, что будем идти вперед. Мы не можем повернуть назад. Находятся люди, спрашивающие тех, кто предан делу защиты гражданских прав. Когда вы успокоитесь? Мы никогда не успокоимся. Пока наши тела, отяжелевшие от усталости, вызванной долгими путешествиями, не смогут получить ночлег в придорожных мотелях и городских гостиницах. Мы не успокоимся, пока основным переселением для негров остается переезд из маленького гетто в большое. Мы не успокоимся, пока негры Миссисипи не смогут голосовать. А негры в Нью-Йорке считают, что им не за что голосовать. Нет, нет у нас оснований для успокоения. Нет, нет у нас оснований для успокоения. И мы никогда не успокоимся, пока справедливость не начнет струиться подобно водам, а праведность не уподобится мощному потоку. Я не забываю, что многие из вас прибыли сюда, пройдя через великие испытания и страдания. Некоторые из вас прибыли сюда прямиком из тесных тюремных камер. Некоторые из вас прибыли из районов, в которых за ваше стремление к свободе на вас обрушились бури преследования и штормы полицейской жестокости. Вы стали ветеранами созидательного страдания. Продолжайте работать, веруя в то, что незаслуженное страдание искупается. Возвращайтесь в Миссисипи, возвращайтесь в Алабаму, возвращайтесь в Алабаму, возвращайтесь в Луизиану, возвращайтесь в трущобы и гетто наших северных городов. Зная, что так или иначе, эта ситуация может измениться и изменится. Не погрязнем же в долине отчаяния. Я говорю вам сегодня, друзья мои, что несмотря на трудности, у меня есть мечта. Это мечта, глубоко укоренившаяся в американской мечте. У меня есть мечта. Что настанет день, когда наша нация воспрянет и доживет до истинного смысла своего девиза, мы считаем самоочевидным, что все люди созданы равными. У меня есть мечта, что настанет день, когда на Красных холмах Джорджии сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабов. И владельцев смогут усесться вместе за столом братства. У меня есть мечта, что настанет день, когда даже штат Миссисипи, штат, изнемогающий от зноя несправедливости и угнетения, будет превращен в оазис свободы и справедливости. У меня есть мечта, что настанет день, когда четверо моих детей будут жить в стране, где они их будут судить не по цвету их кожи, а по тому, что они собой представляют. Сегодня у меня есть мечта. У меня есть мечта, что настанет день, когда в штате Алабама, губернатор которого ныне заявляет о вмешательстве во внутренние дела штата и непризнании действия принятых Конгрессом законов, что настанет день, когда в штате Алабама будет создана ситуация, в которой маленькие черные мальчики и девочки смогут взяться за руки с маленькими белыми мальчиками и девочками и идти вместе, подобно братьям и сестрам. Сегодня у меня есть мечта. У меня есть мечта, что настанет день, когда все низины поднимутся, все холмы и горы опустятся. Неровные места станут ровными, искривленные прямыми, и величие Господа предстанет перед нами, и все смертные вместе удостоверятся в этом. Это вера, с которой я возвращаюсь на юг. С этой верой мы сможем вырубить камень надежды из горы отчаяния. С этой верой мы сможем превратить резкий диссонанс нашего народа в прекрасную симфонию братства. С этой верой мы сможем вместе трудиться, вместе молиться, вместе бороться, вместе идти в тюрьму, вместе защищать свободу, зная, что однажды мы будем свободными. Это будет день, когда все Божьи дети смогут петь, вкладывая в эти слова новый смысл. Страна моя, это тебя, сладкая земля свободы, тебя я воспеваю. Земля, где умерли мои отцы, земля гордости пилигримов, пусть свобода звенит со всех горных склонов. И если Америке предстоит стать великой страной, это должно произойти. Пусть свобода звенит с вершин изумительных холмов Нью-Гэмпшира. Пусть свобода звенит с могучих гор Нью-Йорка, пусть свобода звенит с высоких аллегенских гор Пенсильвании. Пусть свобода звенит с заснеженных скалистых гор Колорадо, пусть свобода звенит с изогнутых горных вершин Калифорнии. И не только. Пусть свобода звенит с каменной горы Джорджии, пусть свобода звенит с горы Лукаут в Теннесси. Пусть свобода звенит с каждого холма и каждого бугорка Миссисипи, с каждого горного склона, пусть звенит свобода. Когда мы позволим свободе звенеть, когда мы позволим ей звенеть из каждого села и каждой деревушки, из каждого штата и каждого города, Мы сможем ускорить наступление того дня, когда все божьи дети, черные и белые, евреи и язычники, протестанты и католики Смогут взяться за руки и запеть слова старого негритянского духовного гимна Свободны наконец! Свободны наконец! Спасибо всемогущему Господу! Мы свободны наконец! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...